Россияне, я на днях делала видеоролик про то, что казахи каждый день ели мясо. И я знаю, что для нас это не так. Для нас, для россиян, такое невозможно, что мы каждый день ели мясо. Это слишком дорого по рациону. Я решила копнуть, ну, интересно, действительно, что дает мне гугл, чем питались наши прародители. Написано, что крестьяне ели... Главный их овощ — это капуста. Так и скажите казахам, что пока вы ели мясо, мы ели капусту. Щи из серой капусты с такой же приправой, как и похлебка. И все это под черный хлеб. Таково было ежедневное будничное меню обеда и ужина для крестьяне на Центральной России. Так и скажите, вот вы когда видите казахов, скажите, мы всегда ели капусту. На обед и на ужин. В посты рацион менялся. В пищу шли белая квашеная капуста, сдобленная луком и квасом, редька с маслом, мура или тюря. Смесь из хлебных сухарей, из скрошенной картошки, лука, кваса с добавлением хрена, растительного масла и соли. С удовольствием ели нечто похожее на нынешние незамысловатые винегреты, рубленую вареную свеклу с квасом и огурцами. Шла эта нехитрая радость под мыкотину. Черный хлеб, только что испеченный, из просеянной через сито муки, столь кислой, как и обычная чернушка. Да, еще теперь ключевой момент. Мясо русские крестьяне, подневольные викторианцы, подневольные, не то же прям вот вы хотели. Наверняка вы будете, мы не хотели мяса, наверняка напишут. Ели в большие праздники на Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Рождество и Успение Богородицы, память апостолов Петра и Павла, точка. Впрочем, как и белое печиво, пироги и ситные из белой пшеничной муки.